Страничка героической истории. Когда хозяин сдох, как и жил, противоестественной смертью, он, по слухам, подавился своей собственной цитатой, член хозяина набальзамировали и положили в пантеоне величайших граждан Ибанска. Но Лафа была слишком кратковременной. Не успел он растолкать соседей и занять подобающее ему центральное место, как на трибуну вылез хряк и, спотыкаясь на всех гласных, согласных и шипящих, прочитал знаменитый разоблачительный доклад. Член пришлось изъять из пантеона и временно закрыть снаружи, как какого-нибудь рядового руководителя государства. Могилу завалили цементной плитой, так как член имел тенденцию напоминать о себе. На плите написали «видный деятель какого-то движения начала века». Забегаловку переименовали в павильон. Художник намалевал на стене новую картину, более отвечающую духу времени. Он изобразил трех здоровенных полуголых баб с загорелыми рожами и пятками и одного здоровенного полуголого механизатора. Механизатор, так стали звать трактористов, конюхов и щитоводов, держал недозревшее яблоко и не знал, какой из баб его отдать, а бабы хихикали от удовольствия. Физиономия механизатора выражала нечто аналогичное тому, что выражала физиономия хряка в Америке, когда ему не успели подсунуть следующую страницу речи, а когда подсунули, оказалось, что не ту. Если бы это была пол-литровка, думал механизатор, я бы ее мигом разлил пором, но на этих трех потаскух. А тут задачка, скажу я вам. Без кибернетики не обойдешься. Под картиной на мраморной плите высекли стих литератора. «Ты, подружка, меньше вони, ни гугу и ни куку, мы Америку догоним по мясу и молоку». Внизу мелкими буквами высекли примечание. В слове «мясу» ударение на втором слоге. Зарождающиеся ибанские интеллектуалы облюбовали павильон для своих попоек и основа потрясающих бесед и стали называть его «тремя грациями», поскольку были образованными и критически настроенными.